Сухопутные войска США и других стран Запада пытаются преодолеть последствия своей великодержавной спячки постсоветских времен, но получается это у них пока между плохо и очень плохо. Некоторое время назад американская военная промышленность с гордостью представила на всеобщее обозрение своей новейшей разработки в области оснащения сухопутных войск США. Показаны были в частности так называемые боевые машины без определенной классификации, выглядящие и по факту являющиеся чем-то средним между БМП, легким и основным танком. Неясность с отнесением данных изделий к общепринятой классической типологии военной техники нисколько неудивительна, потому что является закономерным следствием очередных попыток местных конструкторов, что называется скрестить ужа и ежа и добавить к этому еще кого-нибудь третьего. Судите сами, стартовый вес этого странного гибрида General Dynamics Group System Griffin 2, имеющий четкую тенденцию к дальнейшему увеличению за счет дополнительной брони и прочего оборудования около 40 тонн, что вполне сопоставимо с весом типичного среднего танка. И это при том, что его концептуальной основой послужил именно легкий танк М8, который в 90-х годах не пошел в серию. Но вряд ли нынешняя машина, построенная на шасси британской БМП БРМ Аякс, снабженная облегченной модификацией орудий башни от танка М1 Абрамс, может рассматриваться как полноценный аналог среднего танка. По той простой причине, что кроме своего веса, по всем остальным параметрам она явным образом уступает сбалансированной танковой классике, оптимально сочетающей в себе огневую мощь, защищенность и маневренность. Естественно, возникает вопрос, зачем американцам понадобилось заниматься такой гибридизацией боевой техники. Ответ будет составным. Во-первых, США фактически оказались на пороге полной утраты производственной базы своего ОБТ М1 Абрамс. Детройтский танковый арсенал корпорации Крайслер, крупнейшее танкостроительное предприятие в западном полушарии, был закрыт на консервацию ввиду отсутствия заказов еще в 1996 году. В настоящее время модернизация имеющихся танков Абрамс всех модификаций осуществляется в Лаймском танковом заводе в городе Лайма, штат Огайо, принадлежащем корпорации General Dynamics. Однако это не более чем частичный апгрейд уже существующих боевых машин. Ситуация в американском танкостроении настолько тяжелая, что потребовался даже личный визит президента США Дональда Трампа в 2019 году на завод в Лайме, который по его обыкновению сопровождался бурным фонтанированием идей в стиле «Сделаем Америку снова великой и обещаем довести производство новых танков до одной штуки в день». Но на этом пока все и закончилось. Таким образом, попытки сложить нечто напоминающее танк из корпуса импортного БМП и облегченной башни своего Абрамса предпринимаются в США отнюдь не от хорошей жизни, а в стремлении по возможности максимально быстро отреагировать на новые вызовы времени, как это высокопарно именуют в Америке. А вызовы эти сводятся в сущности к тому, что в тех же краях называют возрастающей агрессивностью России и что в действительности является объективным процессом возрождения могущества Российской Федерации, впоследствии от чего американцы банально проспали, убаюканные собственным пропагандистским мифом о конце истории и якобы безразмерным по времени миром по-американски. А когда проснулись, то осознали, что вооруженные силы США и особенно их сухопутные войска в этом изменившемся мире мало на что пригодны. Оказалось, что американская армия, включая в это понятие вообще все, что может воевать на суше, в том числе морскую пехоту, выродилась в такую себе реинкарнацию британских колониальных войск 19-го столетия с их задачей усмирения всевозможных дикорастущих племен. США, посчитавшие в 90-х годах, что их мировая роль отныне сводится примерно таким же увлекательным и почти безопасным экспедициям против фактически средневековых государств и народов, стали оснащать свои войска соответствующим образом. Именно тогда закрылся за ненадобностью детройтский танковый арсенал, а в американскую армию стал тысячами поступать сначала эдакий сафари-джип типа Хамви, а затем, когда выяснилось, что некоторые пули местных повстанцев все-таки залетают внутрь этих ничем не защищенных тачанок, стали теми же тысячами клепать небезызвестные страйкеры и прочие бронемашины так называемой системы МРАП, у которых было хотя бы противопульное и противоминное бронирование. Не то, чтобы они сами по себе были совсем плохими, вот только они, как оказалось, предназначены не для той войны, которой реально надо готовиться. Кинулись было восстанавливать практически загубленное танковое производство, но это оказалось делом, мягко говоря, непростым. Физическую утрату производственной базы и сотен предприятий-смежников не так-то просто компенсировать. И это вторая причина лихорадочных усилий по замене непригодной колониальной техники чем-нибудь хотя бы отдаленно напоминающим танк. Продуктом именно таких безвыходных обстоятельств, судя по всему, и является скороспелое конструирование безродовых боевых машин, про которые сами американцы не могут точно сказать, что это танк или какая-то иная бронезверюшка. Тем временем Пентагон принялся срочно избавляться от печального наследия недавнего прошлого, а именно от тех десятков тысяч бронемашин колониального типа, в которых он раньше видел будущее своей армии и заказывал их в поистине астрономических количествах. Сегодня целому ряду стран третьего мира, чьи возможности отказать США в их настоятельных просьбах, далеко не безграничны. Эти бронетатчанки предлагаются чуть ли не даром, лишь бы их кто-нибудь взял. Те же египтяне получили по программе американской военной помощи 900 с лишним таких пепелатцев. И уловив специфику текущего момента, известную как халява сэр, написали заявку еще на тысячу. Им-то с Россией и Китаем точно не воевать, а для одоления тех же ливийских наемников, на которых они сейчас ополчились, такая техника может пригодиться. В данный момент аналогичным американским домогательствам подвергаются Объединенные Арабские Эмираты, которым пытаются всучить аж 4569 машин типа МРАП, причем с учетом высокой потяже способности ОАЭ уже не бесплатно, а примерно по 120 тысяч долларов за штуку. Местные шейхи только разводят руками, нам, дескать, столько просто не нужно, но раз Вашингтон сказал надо, значит вряд ли откажут. Тем временем о судьбе своей легкой колониальной пехоты задумались и американские партнеры по благоденствию в эпоху конца истории, британцы. Они тоже осознали, что возможный европейский театр войны может сильно отличаться от почти увеселительных прогулок по горным и пустынным закоулкам планеты, и принялись срочно создавать так называемые ударные бригады сухопутных войск. Каковые по их замыслу должны составлять достойную конкуренцию российским бронетанковым войскам, вооруженным классическими образцами боевой техники, предназначенным для борьбы с серьезным противником. Однако инерция колониального мышления, уже воплощенная в металле и технологиях штука, серьезная и труднопреодолимая. В результате помянутые ударные бригады оснащаются причем за счет сокращения танковых подразделений, главным образом боевыми машинами пехоты семейства АЯКС, а также разновидностями колесных броневиков, аналогичных американским МРАПам. То есть, по сути, принимаются решения, мягко говоря, не вполне адекватные у характеру той самой российской бронетанковой угрозы, которая записана в качестве главного догмата в натовских боевых наставлениях. Российские военные специалисты крайне скептически оценивают эти англосаксонские потуги. По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, тот же АЯКС машина очень странная. Процитирую. Для чего нужна эта машина, непонятно. Это нечто среднее между БМП и БРМ. Вооружение слабое, как у БМП, но нет десанта. К тому же у любой современной БМП есть противотанковые ракеты. При этом вес и габариты АЯКСа, как у ОБТ конца 70-х годов. Калибр оружия 40 мм. Это хорошо, но телескопические снаряды у военных восторга не вызывают. Их эффективность переоценена. У нас, например, тема телескопических снарядов для БМП закрыта, а американцы предпочитают использовать классические боеприпасы. Сама пушка очень сырая и капризная. Я ее внимательно изучал на выставке. Много шестеренок и механообработки. Любая грязь или тряпка приведет к заклиниванию. Плюс ненадежная схема подачи снарядов. Конец цитаты. По мнению этого же эксперта, с АЯКСом справится даже БМП-2 с 30-мм пушкой, если у нее будет модернизированный прицел. А для БМП-3 или БМД-4М это вообще не противник. К нарисованной высшей картине маслом остается добавить один, но очень существенный штрих. Как выяснилось, некоторое время назад западная ставка на легкие и относительно слабо вооруженные бронемашины для колониальных сафари перестала работать даже в подобных случаях, для которых эта техника вроде бы предназначена. Наглядным тому свидетельством являются в частности регулярные погромы, которые устраивают этим бронеповозкам йеменские хуситы. Они бьют аравийские войска, оснащенные такими машинами западного производства, целыми автоколоннами, буквально в хвост и в гриву, причем любыми подручными средствами, включая даже, вы будете смеяться, обыкновенную паклю и спичку. Таким образом, оценивая общий на данный момент итог западных попыток выбраться из того литургического состояния, в которое они впали в 90-е годы, применительно главной ударной силе сухопутных войск бронетанковой техники, можно констатировать следующее. Первое. Западное классическое танкостроение оказалось на грани полного паралича, и время, необходимое для его полноценной реанимации, измеряется многими годами, если не десятилетиями. Второе. Нынешние западные попытки запоздалого и подчас лихорадочного реагирования на новые вызовы времени оборачиваются скороспелыми подчас откровенно сырыми решениями, как научно-технического, так и военно-организационного плана. Типичными приемами такой штурмовщины является создание по принципу «я его слепила из того, что было». Гибридов недостатков в США, а также британских ударных бригад, вряд ли способных кого-нибудь ударить на европейском поле боли. Третье. Вся эта безрадостная для Запада ситуация имеет место на фоне сохраняющейся инерции имперского высокомерия англосаксов, которым до сих пор мерещится их всемогущество, а также еще более труднопреодолимой инерции интересов военно-промышленных корпораций, которые отнюдь не заинтересованы ломать давно налаженное массовое производство тех же легких броневиков и тратить деньги на строительство новых заводов для выпуска адекватно изменившимся условиям тяжелой бронетехники. Вот они и продолжают гнать тысячами сериями те же мрапы, с которыми легко справляются даже хутиты. Россия, слава богу, ни в какую великодержавную литургию не впадала и благодаря этому полностью сохранила трезвый взгляд на перспективу развития своих сухопутных войск и сбалансированный подход к выбору и развитию основных видов их вооружения, который очень выгодно отличается от тупикового англосаксонского, особенно применительно к театру военных действий в Европе. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт, там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok